Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, интересный инцидент произошел, предлагаю обсудить. Я сейчас возвращаюсь из Солнечногорска, нахожусь в деревне Кресты, въезжаю в Дубинино. И пока мы ехали по платной дороге с пассажиром в Солнечногорск, проезжая мимо Шарика, я получил интересное сообщение. Давайте обсудим. Значит, то, что красный курсор, не удивляйтесь, я просто в Солнечногорске, а здесь тарифа бизнес нет, соответственно, заказы недоступны. Сообщение я получил следующего характера, я заскринил. Вот, заказы из Шереметьево недоступны на 48 часов. Аэропорт ограничил вам въезд на свою территорию за высадку пассажира в неправильном месте. Доступ остановится автоматически. А теперь вопрос знатокам. Если, ну, речь идет о том, что мой напарник вчера чего-то там не так сделал, да? Но, если в комментариях раньше я видел этот вопрос от водителей тарифа эконом комфорт, комфорт плюс, то есть таксишных, которым не разрешено высаживать пассажиров на, ну, короче, у терминала, на второй, третьей линии и так далее. Мой напарник, он работает по тарифу бизнес. Мало того, он вчера даже по виле не работал. То есть, если бы, ну, предположить, что он вчера по виле выполнял заказ и поэтому Яндекс ему заблокировал доступ, ну, тогда еще может быть, но он вчера не работал по виле, что-то у него там настроение было не вилевское. Вот. И отсюда вопрос, где он и каким образом мог нарушить этот стандарт, если ему официально разрешено и возле парковки высаживают пассажиров, и возле терминала. Я предлагаю позвонить в Яндекс и спросить, что они думают по этому поводу. Служба поддержки Яндекс.Про. Меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь? Добрый день. Меня зовут Владимир. Подскажите, пожалуйста, мне пришло сообщение, что мне заблокированы заказы в Шереметьево. По какой причине, не подскажете? Будем сейчас разбираться. Владимир, открываю ваш профиль. Поездки по автомобилю ЯВИЖа выполняете вы в премиальных тарифах. Все верно? Да, все верно. По Шереметьево ЯВИЖа до ограничения и спадает оно у вас сегодня, 6 числа. Могу я вас уточнить, сообщение по ограничению к вам поступило сегодня или оно поступило около двух дней назад? Нет, оно поступило сегодня. Я сегодня ехал в Солнечногорск по платной дороге и проезжая мимо Шереметьево, получил всплывающее сообщение, что доступ ограничен на 48 часов, возобновится автоматически и так далее. Мне просто интересно, с чем это связано. Потому что по премиальным тарифам мы имеем право высаживать пассажиров как возле парковки, так и возле терминала. Тогда где можно было высадить не там пассажира, чтобы получить вот такую блокировку? Все верно, Владимир. То есть по, скажем так, связанным с изменениями со стороны администрации Шереметьево у водителей премиальных тарифов осталось все в прежнем режиме. То есть вы можете высаживать и у терминала, и на привокзальной площади терминалов Б и Т. Единственное, что еще коснулось изменений непосредственно у вас тоже, если у вас будут поездки, или ваш автомобиль будет заезжать на территорию аэропорта по личным делам, либо с заказами через другие агрегаторы, в таком случае наступает ограничение на 48 часов. То есть могу вас уточнить по личным делам, вы или, возможно, ваш автомобиль, не только вы выполняете поездки, но и у вас есть коллега, потому что зачастую водители на двоих, скажем так, арендуют один автомобиль, заезжают на территорию, и после чего уже остается ограничение на 48 часов. То есть если я работаю в Яндекс, то я не могу на этом автомобиле привезти в свой уже новый аэропорт, иначе у меня... Получается так. Все верно, Владимир. То есть если ваш автомобиль с вашим номерным знаком Т192ХС проезжает на территории аэропорта без поездки через Яндекс, Соответственно, наступает ограничение на 48 часов. Эти правила установили не мы, не мы... И этого пиздежа столько, что россияне начинают в него верить, потому что они такие... Ну не может же быть все это пиздеж. Эти правила установили непосредственно администрация аэропорта. Ну, замечательно. Ладно, спасибо. Были изменения, и в тверсти поездки вне приложения, скажем так, наступают ограничения. Привезти пассажиров в аэропорт вы непосредственно сможете, и заезжать в аэропорт вы можете, но гарантии того, что вы встанете в очередь в аэропорту, получите поездку из аэропорта, такого, увы, нет. А, то есть у меня не заблокирован доступ в аэропорт, да? Ну, непосредственно нет. А, так тогда неправильная формулировка. Дело в том, что мне написано, что аэропорт ограничил вам въезд на свою территорию за высадку пассажира. То есть речь идет не о том, что аэропорт ограничил въезд, а о том, что Яндекс ограничил получение заказов, правильно? Я вас поняла, да. То есть у вас не будет обратной поездки, потому что, Владимир, даже если мы с вами подумаем логически, спустя 12 часов любой водитель может... По поводу заказов в аэропорт и из аэропорта, ну, все понятно, вопросов нет. Это ограничение накладывает Яндекс. А аэропорт, получается, ничего не ограничивал, здесь просто дезинформация, да? Потому что написано, что аэропорт ограничил вам въезд на свою территорию. То есть никакого ограничения въезда на территорию нет, правильно? Да. Я комментарий оставила, что некорректно сформулировано ограничение и немного будет заблуждение водителя. Спасибо, вопросов больше не имею. Спасибо, доброго. Хорошего дорога. Вот такой вот разводняк от Яндекса. То есть аэропорт Шереметьево ничего не ограничивал. Въезжать на территорию можно, выполнять заказы по вилле можно в том же духе. Никто вам запрещать въезд не будет. Точно так же два въезда по 10 минут, никаких изменений. Просто Яндекс вот таким образом нагло врет о том, что вам заблокирован въезд. Это сделано для того, чтобы вы лишний раз не выполнили заказы по другим агрегаторам. Мало того, что он вам не даст заказ в аэропорт и обратно в качестве наказания. Мало того, он еще и запугивает вас, чтобы вы не выполняли поездки по другим агрегаторам в аэропорт. Ну, собственно, теперь все понятно. Речь идет о том, что в прошлый раз, когда мы менялись со сменщиком, он, выполняя заказ по вилле, заехал в Шереметьево. Тогда заблокировали доступ на 48 часов. Сегодня истекает этот срок. Но сообщение я получил, потому что он еще не истек. Ну, теперь все логично. Но самое главное, что здесь понятно, это то, что никто вам доступ на территорию аэропорта не блокирует. И блокировка исключительно от Яндекса. Всем удачи!